Дорогая церковь Мы успели пройти семь церквей, некоторые успели всего лишь шесть, у нас было семь дней, но шесть полных дней, поэтому мы проходили то, что происходило с церквями. Почему так важно? Бог расположил в этом году мое сердце, почему-то коснуться именно церкви, потому что наблюдая за церковью в последнее время, наполняешься определенной такой печалью, что люди перестали ценить или не ценят то, что имеют. Многие церкви сегодня практически вечером не собираются. Это стало маловажным, и для нас это тоже входит в какую-то такую тренд, в моду, чтобы не собираться. Но мы собираемся здесь не для того, чтобы показать себя, а для того, чтобы служить Господу нашими устами, нашим сердцем. И вы скажете, как мы это делаем, когда мы сидим и слушаем проповедующего? Ладно, понятно, проповедующий, а мы-то чего? Знаете, когда мы проповедуем, цель проповеди для того, чтобы церковь взбодрилась и прославила Господа в сердце, чтобы пришло какое-то откровение, познание, кто такой Иисус Христос. Конечно, хотелось бы, чтобы больше людей было на наших служениях, поэтому, кто нас смотрит по интернету, добро пожаловать обратно. Welcome back. Я знаю, что сегодня не модно об этом говорить, но это так. Это печаль, об этом надо молиться, потому что состояние церкви сегодня не в идеальном состоянии. То есть опять мы сейчас говорим о какой-то поместности, да, то есть мы не говорим сейчас о глобальном уровне. Потому что в глобальном уровне есть церкви, которая терпит и гонения, какие-то неудобства, а мы сегодня имеем весь комфорт для нашего собирания. Итак, мы проходили книгу Откровения «Семь церквей». Очень интересные церкви, интересные темы. Если Господь позволит, то я хотел бы вместе с вами об этом порассуждать и поговорить. Итак, давайте мы немножко приступим к тексту. И прежде чем мы прочитаем, я хочу дать немножко такой как бы background. Немножко дать то, что было и когда была написана книга Откровения. Многие уже изучали и знают, что книга Откровения была написана во дни старца Иоанна, то есть когда Господь дал Откровение семи церквям. Эта книга Откровения была строго написана к семи церквям. И мы туда также косвенно касаемся, потому что в конце каждой церкви написано, кто имеет уши да слышит, что Дух говорит церквям. Кроме семи и нам, также нашим поместным церквям. Церквям, которые устроены на основании Иисуса Христа, имея краеугольный камень. Для этого была книга Откровения. И есть одна самая главная идея или мысль, которая в книге Откровения, о которой я хотел бы на протяжении этих проповедей открыть. Ничего нового нет. Абсолютно все есть на наших страницах Священного Писания. Просто иногда мы смотрим с разных сторон на книгу Откровения. Кто-то смотрит на книгу Откровения с ужасной такой стороны, думает, что это очень сложная, замысловатая книга. Хочу вас разочаровать в этом. Нет ничего сложного, замысловатого в книге Откровения. Потому что церкви, которым писалась книга Откровения, была ясна и понятна. Ничего Бог не спрятал, не сокрыл. Это зависит от нашего уровня познания Христа для того, чтобы понять книгу Откровения. Это ложь, которая проникла в церкви, что книга Откровения – это сложная книга. Это ложь. Это не от Бога. Это не сложная книга. Не надо пугаться. Я это испытал на опыте, когда мы работали с молодежью. И те, кто до конца вникали и понимали в суть значения книги Откровения, они хорошо понимали, что нет ничего сложного в понимании. В толковании существует много разных. Этого тоже не надо бояться. Я хотел бы, чтобы мы с вами размышляли об одной самой важной истине, о которой я чуть-чуть позже скажу. Итак, что произошло? Что вы понимали. Книга Откровения была данна, то есть послание к семи церквям, было дано после того, когда церкви просуществовали 40 лет. Примерно около 40 лет уже существовали эти семь церквей, которые основал апостол Павел в Малой Асии. 40 лет – это мой возраст примерно, мне за 40 лет. Что произошло? Это происходит два взрослых поколения людей. То есть прошли 20 лет – это одно поколение, и 20 лет – второе поколение. И на этапе уже третьего поколения, которое будет в 60 лет вступать, в третье поколение взрослого возраста, что произошло? Мы видим, что состояние церквей пришло в не очень хорошее состояние. То есть мы видим, что каждой церкви имели определенные проблемы, о которых Христос им рекомендовал и просил их покаяться. 40 лет – два взрослых поколения. Это очень маленький срок, где мы видим упадок или состояние, где деградировали церкви. Они не были в лучшем состоянии, они были в худшем. Опять, не все. Есть вещи, о которых Христос ценит в этих церквях, а есть вещи, о которых Он с печалью обращается и говорит. И самое главное, что было утрачено, это было утрачено само откровение Иисуса Христа в церквях. И это будет самая главная мысль. Давайте мы об этом с вами прочитаем. Итак, первая глава с первого стиха. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok